Микс Ньюс Добрый день, это программа «Разворот». Сегодня ее проведу я, Анастасия Смоловская. Звукорежиссер Евгений Копеин помогает. И в гостях у нас глава Ассоциации неотложной медицинской помощи, преподаватель Рижского медицинского колледжа Латвийского университета Сармита Виллера. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, начнем с телефона прямого эфира, напомню сразу. 67-212-93-9, 67-213-93-9 и номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Можете писать, если вам так удобнее, свои комментарии и вопросы. Наверное, да, начнем мы с изменения этого года. Вступили в силу поправки, согласно которым теперь молодые медики получают плюс 20% к зарплате, а остальные медики 10% к зарплате. Что вы на этот счет можете сказать? Да, ну это очень плачевная такая ситуация, потому что все медики надеялись, что в этом году и в следующем году все-таки на эти 20% надбавки получилось так, что Ассоциация молодых врачей, которые, конечно, тоже находятся в достаточно плачевном состоянии по финансам, ну как бы пытались пробить денежку дополнительную, но получилось так, что все-таки разделили, медиков разделили. Одни те, которые, молодежь, которые, значит, добились своих 20%, а те остальные добились 10%. Ну это, ну так, не очень хорошо для всего общества медиков. А как вы думаете, вот до Нового года мы наблюдали и во время принятия бюджета активную, солидарно, мне кажется, и общество было, и люди, и медики между собой были солидарны, что тоже очень важно, что не было, что отдельно как-то, да, выходят там на пикеты или высказывают и письма общие писали. Не будет ли сейчас, когда вот это чуть-чуть повышение уже есть молодым медикам на обещанные 20% действительно, не утихнет ли все это? Я думаю, что нет. Я вот сегодня получила в своем почтовом ящике «Латвия Сарсту Журналс», и там как раз интервью с молодыми врачами, где они так и говорят о том, что они не согласны с тем, что вот они их выделили как бы выше, остальные остались с 10%. Так что я думаю, что эта борьба будет продолжаться, потому как зарплата – это очень важная ситуация, не только зарплата, практически медики борются и за своих пациентов, потому что мы видим, что сейчас происходит, что финансирование в отрасли годами, десятилетиями было недостаточно, и это привело к той ситуации, в которой находимся. Каждое заведение пытается как-то выжить, пытается определить ту рамку, которую они считают неотложной, ту рамку, которая уже в плановом порядке, где пациент должен сам заботиться о финансировании своего лечения. И я считаю, что эта борьба будет продолжаться, потому что молодежь – молодцы, они не уехали, часть уехала и живут себе спокойно. Вот много моих учеников уехали, присылают приветы в Фейсбуке, и так похоже, что не вернутся. Но эти молодые врачи, Карлес Рацинес и остальные, которые борются не только за себя, за всю отрасль и за пациентов в том числе, я думаю, что они делают очень правильно. Другой вопрос – как долго им хватит сил? Ну, я считаю, что и президент Латвии Саарсту Бедри, и президент Айс Силнец тоже старается для всех как-то все-таки, и не только о зарплате. Это совсем не вопрос о зарплате, это вопрос о финансировании зарплаты. Это, конечно, важно, чтобы удержать медиков, чтобы не было вот этого ухода за рубеж, там, где больше платят, потому как, если я общаюсь со своими воспитанниками, ну, например, из Финляндии, Куда чаще всего уезжают? В скандинавские страны? Уезжают в скандинавские страны, в Германию, так что уезжают во многие страны. И вот 21 февраля я пригласила в гости одного своего бывшего ученика, который закончил тоже колледж, по тем временам еще медшколу, медучилище. Он работает в Финляндии, в небольшом городке, парамедиком. Он участвует в комиссии по развитию неотложной медицины. Он является депутатом местного правления. Его зарплата – 3200 евро. Так что мы его очень ждем в гости, чтобы вот на таком живом примере понять, как это все функционирует и почему совсем не так далеко от нас все-таки медицина развита на другом уровне. Я не хочу сказать, что наша медицина не развита. Она развита, но просто сейчас... Я считаю, что Министерство здравоохранения сверху не видит, как должен быть покрыт весь периметр, что больному не надо было бы искать самому. Если ему отказала неотложная помощь, что это не неотложный случай, то куда он может попасть? То, что мы ему говорим, обращайтесь к семейному врачу в приемный покой, там, дименесарство, консул, т.е.вайсталовность. Это такая теория. Мы не знаем, попадет ли он в тот момент, и как долго ему придется ждать. И когда он получит эту помощь, не будет ли это уже поздно. И не обвинят ли потом неотложную помощь, что они не помогли, и вот там спустя какое-то время человека, например, не стало или какой-то... Или какой-то увечий он получил. Ну вот вы упомянули, что не покрывает вот это вот все спектр, но для этого же и проходят все конференции, какие-то комиссии, там, где вот все ступени есть, там, и медсестры, и больницы, и врачи. То есть почему тогда? Не слышат или что? Каждый борется за свой периметр. Вот я побывала в прошлом году, в сентябре, на съезде неотложной медицины Европы. И я с удовольствием слушала, как работают в других странах, в том числе вот Чехия, Дания. И мне очень понравилась профессора из Дании, которая рассказывала, как они провели реформу здравоохранения в 2012 году. Реформа длилась там три года. И реформа привела вот то, что вообще прозвучало с этой трибюны съезда, на пациента обращенное здравоохранение, на пациента. Я здесь не вижу на пациента, я вижу, что каждый, вот, это неотложное, это там приемный покой, это димены сарсты, и живут себе своей жизнью каждый. А пациентам как-то шарахтается между вот этим всем. В Дании очень четко, законом сказано, что семейные врачи работают с 8 до 16 по рабочим дням. И туда и обращаются люди. После 16 часов телефон 1813 помогает сказать, направить больного. Или это едет с неотложной помощью, либо он в приемный покой, либо еще какая-то альтернатива госпиталей. Из 40 стали 22, но они работают очень эффектно. Э-здоровье, или ЭВСЛ, ибо наше, которое мы уже 10 лет, по-моему, не можем никак внедрить, очень хорошо работает информация у диспетчера о каждом больном, о его болячках уже с рождения. И обратная связь с больницами. Когда больной позвонил в 1813, ему сказали, вот с вашей проблемой лучше всего в тот госпиталь, там меньше очередь. Не надо будет ждать. В 7 часов попадете быстрее. Вот это, я понимаю, что это направлено целесообразно на пациента. Забота. Забота о пациенте. Как ему помочь? Тут я как-то не вижу. Я понимаю, что мы все. Вот не умираешь, значит, туда. Ну, а кто его знает, умираешь, не умираешь. Сегодня не умираешь, завтра умер уже. Ну, каждый, получается, что каждый говорит, что это не к нам, но куда обратиться, не говорят. И ответственность тоже, по сути, никто особо не несет. Так что... Нам уже звонят активно. Может быть, начнем тогда сразу принимать звонки. И вот прекратили звонить. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Здравствуйте. Добрый день. А вот, к сожалению, я пациентской помощи, как бы сказать, подстолянной, да? Вот. И у меня ничего другого, кроме благодарности, я не испытываю. Я где-то вот 4 раза, что ли, устаданья был, мне сердце заводили, там, аритмия. Вот. И всегда это скорая... Ну, что интересно, может, мне так повезло. Все молодые приезжают, красивые, молодые, и такие приятные ребята и девушки. Вот. Поэтому я вот звоню, и хочу сказать, что если я еще могу звонить еще живой, то значительной честью благодаря вот вашим ученикам, коллегам. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Это тоже важно слышать слова. Добрые слова всегда важно слышать, да? И я считаю, что большинство наших, нашей молодежи очень, очень хорошее, очень заботливое, очень профессиональное. Вот сейчас как раз происходит смена поколений, когда те, которые отработали 25 лет, уходят в пенсию по выслуге, и наши молодые коллеги перенимают эстафету. Конечно, они молодые, красивые, иногда у них не хватает опыта, но опыт приходит с годами. Так что это просто дело времени. И если мы обеспечим им нормальную жизнь, доброжелательно к ним будем относиться, то, я думаю, они будут работать. И, ну, так же, как мы, вот, например, я отработала 30 лет на неотложной помощи, они тоже будут работать в пенсии по выслуге лет, пока об этом сейчас они не думают. Ну, вот как раз по поводу молодых специалистов, именно неотложная помощь, мне кажется, это такая кузница опыта, да, потому что, ну, практически все молодые врачи проходят там через неотложную помощь, и вот у вас очень молодой такой коллектив, да, в неотложной помощи, и насколько вам, вот вы как преподаватель, когда вы рассказываете, да, вы, может быть, заряжаете своим опытом, но при этом они вот у вас не спрашивают, ну, вот это же вот такое отношение к нам, нам там немного платят, нас там, ну, не знаю, как-то не воспринимают всерьез. Как вот вы и преподаете, и в это же время, чтобы не разочаровать их в этой профессии? Вы знаете, те, которые приходят к нам учиться, они уже понимают, куда они приходят, потому что у нас есть так называемые карьеры с ДНС, когда мы приходим и в школы, и в Кипсалу, и рассказываем из своего опыта, они также читают интернет, они знают, что зарплаты небольшие, но они действительно такие алтруисты, которым очень нравится то, что они делают. И я могу сказать, почему я осталась так долго на скорой помощи. Когда я пришла на скорую помощь, туда нельзя было так вот просто прийти. Я пришла по Блату Великому, это был 88-й год, 10 октября. Меня привел мой коллега, который там уже работал, и вот мне повезло, меня туда приняли, и коллеги, у которых я стажировалась, говорили мне, ну не оставайся здесь, отработай немножко, пока дети там подрастут сутками, чтобы работать, чтобы было выходные, и потом уходи. Но это так не получилось, потому что вот эта работа, она так тебя засасывает, и если твой темперамент отвечает тому, что быстро сделать, быстро результат иметь, ну после дежурства закрыть дверь и уйти. Тебе не надо ничего относить домой, карточки писать, еще что-то такое, что осталось. Ты это должен все сделать, решение принять, правильное, неправильное ты принял, но это уже будет потом. Но в принципе вот то, что работу нельзя взять домой или оставить на второй день, те, которых темперамент вот такой, они там и остаются. И это очень быстро, мы видим уже, у нас очень длинные практики, у нас три месяца они проходят большую практику, тогда уже тоже они понимают, хотим мы туда или все-таки пойдем в амбулаторную службу, где так спокойненько все будет. Так что это обучение сейчас устроено так, чтобы они на третьем курсе уже могли понять, иду я на четвертый курс, специализируюсь на неотложную помощь, или амбулаторную службу, так что всем хорошо. В общем, все уже понимают в какой-то момент. Хотелось бы еще поговорить о том, как был вот не так давно призыв в армию, и туда как раз таки призывали женщин и медиков в том числе, то есть на таким возможно не служить-служить, а бухгалтерами, юристами и медиками в том числе. Вам известны случаи, когда, например, уходят, потому что там обещают какие-то лучшие случаи? Да, и там уже очень давно работают мои тоже бывшие ученицы тоже с первого медучилища, или с первого, да, ну когда это было еще медучилище, они участвовали в миссиях, они очень довольны. И, конечно, девушки туда пошли из-за зарплаты, которая побольше, потому что, ну я не думаю, что мечта какой-нибудь женщины с автоматом на плече где-то там быть в миссии. Ну, они это все смогли сделать, и все свои навыки улучшили, вот видели то, что мы тут в цивильной жизни не видим. И сейчас тоже я знаю, что вот такой как бы призыв имеется, и что все-таки молодежь уходит. Я, конечно, хотела бы всей душой, чтобы они оставились в службе неотложной помощи, но так... По-человечески? По-человечески, конечно, я думаю, что это достаточно правильно, что если... Они, правда, работают и там, и там, потому что им разрешают там совмещать, да. Но это еще одно такое направление, на которое мы тоже надеемся, что мы можем специализовать уже на этапе обучения. Вот в этой военной медицине там все-таки это среднее звено, врачи врачами, а не там в РСУ или в ЛУ, а мы, значит, вот это среднее звено специализировать для латвийской армии. Надевайте наушники, перед перерывом еще звонок примем. Добрый день. Здравствуйте. Я хотела вот спросить, раз сегодня так близка вот тема скорой помощи, неотложной помощи. Вот у нас в Латвии разработан какой-то вот алгоритм действий, вот, например, при инсульте настолько необходимо вообще, очень важно, чтобы первые полтора часа человек получил профессиональную помощь, и что-то у нас вообще есть, какой-то алгоритм действий, чтобы человек быструю помощь получил, быстро доехал, доехал туда, куда надо, и там сделали все, что надо. Как бы вот в таких вот случаях очень, ну, важных, когда инсульт человек. Спасибо. Да, есть у нас алгоритм для инсультов, так же, как и в Европе, имеются у нас инсультные отделения. Но дело в том, что очень многое зависит от самого больного или от его родственников, которые вызывать надо сразу скорую, вызывать надо сразу, здесь действительно время очень-очень важное, да, первые 4 часа, потом, значит, ну, еще есть какие-то методы, когда в зависимости от того, что повреждено, как это выглядит, да, до 24 часов, но, в принципе, алгоритм у нас имеется. У нас другая проблема. Вот как раз женщина, которая звонила, говорила, чтобы своевременно, чтобы можно ли там помочь, что в силу обстоятельств, что у нас не хватает специалистов, есть больницы, где как бы по плану должен быть вся команда для помощи инсульта, для оказания помощи, но какого-то врача там нет или какое-то звено там выпадает. Тогда получается такая заморочка. Привезла неотложная помощь в ту больницу, оказывается, там невозможно оказать помощь по каким-то таким причинам. Потом больной перевозится, мы теряем очень много времени, и тогда уже результат может быть не такой хороший, какой мы желаем. То есть коммуникация между бригадой скорой помощи и больницей, например, Да, но коммуникация не налажена. И вот это то, что действительно, когда, если хорошо работало бы здоровье, то был бы исключен человеческий фактор, потому что бывает так, что бригада звонит в приемный покой, им говорят, а нет, везите, у нас сегодня там нет того или нет этого. Если это уже электронно зафиксировано, то тут никому звонить не надо. Можно просто предупредить, что мы везем, потому что у вас есть место, у вас есть все, что необходимо, чтобы показать помощь. Так что здесь еще нам надо немножко поработать в этом плане. Мы продолжим тему после перерыва. Короткая реклама и вернемся в студию. Мы продолжаем. Глава Ассоциации неотложной медицинской помощи, а также преподаватель Лирижского медицинского колледжа Латвийского университета Сармита Виллера. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Мы говорили про вот этот алгоритм действий. И вообще, если говорить про правила, вроде как, на последние данные, поправьте, если ошибаюсь, что вообще в Риге скорая помощь должна приезжать в течение 12 минут, а за Ригой это до 25 минут. Это соответствует, как вы думаете, бывают случаи, когда больше, когда меньше? Да, конечно, это средние. Это 75 процентов, это в среднем. Поэтому будут случаи, где приедет за 5 минут, и будут случаи, где приедет за 25 минут или 40 минут. Потому как, если высчитывать средние, то, конечно, в прежнем было так, что Рига тоже было 15 минут. Ну и статистика была очень хорошая. Там были 9 минут и 4 десятых, 10 минут в среднем в течение несколько лет. Но все равно у нас были случаи, когда приезжали, мы не вкладывались вот в это время, когда приезжали позднее, чем, конечно, пациенты были очень неудовлетворены. Но это зависит от оперативной ситуации, когда идет грипп. И сейчас он на данный момент идет. Конечно, бригады загружены. Бригад также иногда уменьшается из-за того, что сами медики болеют. Так что здесь разные причины. А в Европе по-разному. Есть государства, где национальные законы гласят, что за 5 минут надо приехать в 95% случаев. Так что это зависит все-таки от государства. Немножко сбалансировать возможность с нуждами. Для больного чем быстрее, тем лучше. Для серьезного больного. Температура может подождать. Ничего с ней не случится. Она может только упасть, если дать таблетку. Но для серьезного больного это очень важный приезд. Быстрота приезда. Уже после вашего ухода была реформа. Леяна Циппола провела, ее нынешняя глава службы неотложной медицинской помощи. Сначала консультируйся. То есть, когда по телефону изначально не сразу несется скорая, как только. Но, например, человеку говорят, у вас температура, что, может быть, к вам не стоит ехать, может на следующий день обратиться к кому-то там. И действительно, по словам госпожи Ципула, стало меньше вызов, но как-то более упорядоченная эта система. Как вы к такому относитесь? Всегда ли можно по телефону понять и оценить? По-разному. Пациенты тоже могут так говорить, драматизировать ситуацию? Ну, конечно. Ситуации могут быть разные. Там, где ситуация простейшая, там, конечно, телефонная консультация годится. И видим, как нарастает количество звонков на Димен и Сашту, консультативный телефон. Значит, людям это нужно. Но все-таки пациент не медик. Адекватный разговор о ситуации, о состоянии может быть только между двумя медиками. Есть ситуации, когда все-таки больной не оценивает, и он не должен это сделать, не оценивает своего состояния. И тут уже все-таки надо, ну, скажем так, понимать ту границу, когда, до какой можно консультировать и отказывать. Меня вот этот термин «отказать скорую помощь», отказать неотложную помощь, меня просто убивает. Потому что я сама работала старшим врачом много лет. И как пришел очередной новый министр, так надо было уменьшать количество вызовов. И, конечно, мы это делали. Рижская скорая была та, которая был флагман в этом плане. Я сама подрабатывала на этих отказах. Но, вы знаете, больше 30 вызовов по Риге отказать было практически невозможно. Мы перезванивали этим людям, мы спрашивали, как наши советы подействовали. Если все было хорошо, окей. Если что-то было не так, мы отправляли бригаду. То бишь, это очень такая тонкая, филигранная вещь. Я не согласна с тем, что можно просто отказать и оставить без внимания. Это уже чревато криминалом. Потому что если человек может получить альтернативу сразу после этого отказа, это тогда все хорошо. Если такой системы нет, то просто отказать, я считаю, это недопустимо. У нас какая-то личная ответственность должна быть. Вот именно. Если про конкретный случай говорить, вы тоже его комментировали. В сентябре этого года журналист был избит или упал. Сейчас уже разные есть версии. Журналист Игорь Мейден. И вы комментировали, говоря, что не совсем вовремя был доставлен он в стационар. Он впал в кому, из которой, слава богу, потом вышел. Но вот вы этот случай, говоря про него, что вы можете сказать? Ну, я скажу, что вот этот случай как раз меня тоже очень взволновал. Потому что здесь я скажу, что ломать не строить. Можно, конечно, постулировать, что теперь мы уменьшим количество вызовов. Любым способом. Ну, как нарастет количество там потерь боевых, об этом мы говорить не будем. Мы просто вот количество, статистику уменьшим и все. По тем старым плохим, которых сейчас очень критикуют временам, у нас было четко указано, что если пациент находится не в своем местожительстве, то бишь в общественном месте, на улице, в полиции еще где-то, и он получил травму, даже если небольшую, или он попал в состояние, когда он не может объяснить, что с ним случилось. То есть, что был какой-то эпизод, который нам не ясен. Таких больных без разговоров мы госпитализировали. Госпитализировали для того, чтобы обследовать, потому что компьютерная томография, магнитные резонансы, остальные все консультации никто не придумал просто так. И здесь как раз, к сожалению, получился тот же случай, когда его надо было госпитализировать, провести обследование, консультации. Их, ну, я не хочу прогнозировать, но я очень думаю, что результат был бы получше. Потому что гематомы внутричерепные – это такая вещь, которая образовывается постепенно. В первый момент после приезда скорой симптомов может не быть. Я читала в литературе, что симптомы могут нарастать даже в течение месяца. О чем я рассказываю своим студентам, чтобы они не попали в ситуацию, когда они приезжают на второй-третий день после травмы и думают, что тут ничего быть не может. Нет, это совсем не так. А как вы считаете, ну, вернее, уже на вашем опыте базируясь, нет такого, я просто сама с этим сталкивалась, что когда вызывается скорая ночью в какой-то, или на концерт, или в какой-то клуб, ну, в общем, в место, где, как правило, выпивают и веселятся, и все, что этому сопутствует, медики так, ну, не то чтобы пренебрежительно, но как бы они думают, ну, там, ну, что, ну, 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 брезгливо, брезгливо относятся. Да, я считаю, что это… Это существует? Это существует, но это все-таки еще малоопытность такая, потому что те коллеги, которые уже по дороге 20 и больше лет отработали, они, да, никому не нравится пациент в состоянии алкоголиного опьянения, поэтому я стала педиатром в свое время, что дети обычно… Обычно трезвые, как правило. Обычно трезвые, да. Но мы не должны пациентов разделять на такие категории, там, бездомный, там, социально незащищенный, выпивший. Ну, такого быть не должно, потому что нигде так не делается, ни в Европе, ни в Америке так не делается. Я думаю, что просто мы немножко как-то, и особенно в последнее время, когда я вот это все читаю, у меня создается какое-то странное впечатление, что за последние два года, ну, скоро едет только к алкоголикам, только к тем бездомным, которые на улице находятся. Но это же не так. Это 400 тысяч вызовов, это совсем не так. Да, бывают случаи, и я думаю, что вот этих гипосоциала в Риге больше, чем в пределах республики. Но это тоже надо решать. И я тоже не считаю, что вот там в парке, где они там тусуются, наши бездомные товарищи, что туда надо ехать обязательно скорой помощи, ну, тогда надо придумать, кто это делает. Это мобильная бригада по социальным вопросам, или это красный крест, ну, я там фантазирую. Ну, в принципе, кто-то должен этим заниматься. Да, оставить просто так нельзя. Нет. Надевайте наушники, примем еще звонок. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Сергей Рига. Вы как-то вскользко оснулись военной медицины, и в связи с этим у меня возник вопрос. Особенно с учетом того, что все жители Латвии принимают участие, те, которые не отказались в программе по трансплантологии. Просто у нас, как бы, латвийские политики, они постоянно разжигают у нас войну с соседями. И в связи с этим вопрос. Подготовлены как-то наши медицинские службы к этому вопросу? Информируют ли население как-то по поводу этого? Или у нас получится так, что латвийские военные, так же, как и на Украине, просто будут возвращаться родственникам, как кожаные мешки, опустошенные, поторшенные? Спасибо, всего доброго. А по поводу этого, по поводу чего? По поводу органов, так я понимаю. Нас готовят к войне. В этом мнении нет у меня. Наденьте еще наушники, у нас продолжается. То есть вы имеете в виду, что если будет война, готовы ли к этому наши медики? В этом вопрос отключился наш радиослушатель. Ну, я не совсем поняла, может быть, вы... Да, ну, я тоже не совсем поняла, но я думаю, что это тогда уже насчет опустошенных военных, которые возвращаются. Да, без органов. Да, ну, это так, скажем, очень сильно было сказано. Может быть, у меня нет такой информации, такого опыта. И поскольку мы на данный момент живем в мирной стране, я считаю, что думать об этом надо, наверное, но на данный момент у нас не идут дискуссии. Мы думаем о тем, чтобы научить наших медиков, как действовать в обстоятельствах, там, ролл один, ролл два, ролл три, которые наши милитарные службы лучше знают. Я вот по поводу трансплантации органов. У меня тоже был вопрос, но раз уж мы затронули эту тему. Вот за последние несколько месяцев уже два раза, и в преддверии Нового года из латвийских больниц два раза вертолетом отправляли органы в Литву. И вообще, если говорить про трансплантацию органов, насколько у нас вот эта культура, ну, так очень, наверное, сказано, неприятное наследие органов. Мы знаем, что можно завещать, сказать, что да, я согласен, чтобы мои органы там передавали. Мне больше таких людей, меньше становится. Ну, знаете, до госпитальной службы этим не занимается, потому что если мы приезжаем на место происшествия, там наступила смерть до приезда, больной никуда, ну, умерший уже никуда не отвозится. Если мы отвозим в больницу его, то он еще жив или в состоянии там клинической смерти. Дальше уже это решается в больнице, потому как у нас нет таких возможностей, у нас нет консилиума, у нас нет нужных обследований, которые должны производиться до того, как констатировать, значит, смерть мозга или смерть пациента. И поэтому когда-то, некоторое время назад возник этот вопрос, но он потом опять затих. Но я считаю, что если есть возможность спасти еще одного, двоих, троих человек при ситуации, когда уже не спасти того одного, это очень благородное дело. Ну вот а по поводу этой сети, именно то, что вот в Литву два раза уже из Латвии там почки отвозили, насколько там Латвия, может быть, часто принимает органы откуда-то? Да, таких данных у меня нет, это надо трансплантологов тогда спрашивать. Да, ну это мы маленькие государства, мы, наверное, должны сотрудничествовать в этом плане, потому что уже здесь неважно, спасли там жителя Литвы, жителя Эстонии или Латвии, это такая солидарность. По поводу административно-территориальной реформы тоже хотелось бы поговорить, и именно сети с неотложной медицинской помощью, потому что тоже говорили, что в контексте вот этой территориальной реформы могут быть какие-то изменения, и как вы, может, видите? Знаете, я сейчас вижу, как министр Пуца очень борется за свои идеи, за свои реформы, и я вижу, как люди в это не очень, там жители не очень верят, и там такая борьба идет на данный момент. Но что касается медицинской помощи, то это, конечно, там соединить, скажем, Ецев с Бауском, это можно так, ну на карте, там можно административно так, это посадить одного мэра там, который уже, второй уже будет там, или помощник, или безработный, это уже как-то так. Но неотложная помощь, как была расставлена по местам, так она и останется. Больницы, если еще уменьшится уровень, ну унизится уровень больницы, то расстояния будут на все больше и больше, то бишь скорая помощь должна будет вести больных дольше. Тогда вопрос, как мы сможем выполнить там алгоритм кардиологическим больным, алгоритм инсульта больным, политравму, что, какая будет альтернатива. По нашим дорогам, земельным дорогам, не всегда это возможно. Будет ли вертолет, как вот в Чехии, как в Дании, три вертолета? Это территория Дании, да, территория Дании намного, ну не намного, но меньше территории Латвии. И вот когда эксперты Всемирного банка в 2016 году у нас делали вот это такое, по этой им спроводили, исследовали, обследовали, думали, как что все надо, то было названо 11 мест, где нужно выставить еще дополнительно бригады неотложной помощи. Плюс к тому, что сегодня уже существует. Да, плюс к тому, что уже. Ну, сейчас бригады выставляются, но дело в том, что это такие полубригады, это бригада с одним медиком, потому что второго медика типа нет, не хватает. Ну, чтобы кто-то был, я, конечно, не согласна с тем, что это первые реагирующие, это полубригада, которая приедет. Здесь еще, если сказать вот такое А, надо сказать и Б, во сколько, за какое время приедет та бригада, которая полная, которая поможет, которая сейчас это так, ну как получится. Нет такого законодательства, которое четко сказало, там мы поставили вот эту маленькую бригаду, но ей на помощь в случае чего. С температурой справится один Арстопал Икс, но если там будет что-то посерьезнее, то все-таки надо еще руки. И дополнительно за сколько минут или за какое время подмога придет. Это у нас сейчас не как-то, ну, мы просто карту покрасивее сделали. Так что я считаю, что реформа, вот эта региональная реформа тут не очень поможет. Тут реформа больниц, реформа того, как все-таки будут выставлены бригады, какого типа бригады, как быстро приедут, будет ли вертолет или еще нибудь что-то такое, что быстро могут отвезти тех больных, которые действительно нуждаются и в правильную больницу. Вот как слушатель говорила, в правильную больницу за кратчайшее время, что для оказания неотложной помощи. То есть количество больниц уменьшать нельзя, которое сегодня существует, это минимальное количество. Их можно только в одном случае, если они не выполняют свой уровень. Тогда им толку нет, потому что если больница стоит и считается, что туда можно везти инсультного больного, но помощи там нет адекватной, то не нужна такая больница, это бутафория просто. Тогда нужна альтернатива, как мы этого больного отвозим туда, где ему можно оказать помощь. Я смотрела в фейсбуке, мои коллеги застряли по колесам, где-то там далеко, в земсвятке, и их вытаскивал в угд. Ну, плохие дороги у нас. Это когда мы едем по Виабалтика, это одно дело, а когда они едут на хутора, это уже другое дело. Так что тут тоже думать надо. У меня когда-то был конкурс на место управляющего транспортным департаментом, и один товарищ пришел и говорил, вам же надо вездеходы. В принципе, я сейчас понимаю, что действительно он говорил правду. Ну, это удивительно, конечно, такие случаи. Просто надеемся, что все в порядке с тем человеком, которому ехала скорая, и который потом спасателям пришлось вытаскивать. Вы не раз заявляли, что аудит нам нужен глубокий, срочный для того, чтобы всю эту систему как-то реорганизовать и понять. Но при этом аудиты проводят и госконтроль, и ОСЕД тоже рекомендации дает, и Министерство здравоохранения тоже какие-то аудиты проводят, и говорят, что вот уже денег уже столько, что на все как бы хватает, но их как-то неправильно распределяют. Какой аудит прекрасный, не знаю, волшебный должен произойти, чтобы все было ясно и понятно? Ну, аудиты меня всегда восхищают тем, что вот пока я работала на службе неотложной помощи, аудиты были одни, предписания были одни и те же. Не хватает персонала, надо столько там, а дальше что? Дальше не следовало этих шагов, которые этот персонал там как бы удерживали, потому что персонал придет, посмотрит, работа тяжелая, ответственность большая, неадекватная зарплата, персонал удаляется или ищет что-нибудь полегче, попроще. Аудит должен... Меня что больше всего волнует, что мы слышим миллиард, бюджет, миллиард с хвостиком. Я никак не понимаю, куда это все дается, как мы этот миллиард распределили. Очень многое чего вкладывается в технологии. Они дают какую-то отдачу. Вот работает наше э-здоровье, как в Дании, когда диспетчер сидит за столом, и ему позвонил пациент, и они не волнуются, как там эти... Пациент, если требует помощь, он должен допустить до своей системы, и я все вижу о нем, что с ним было, и куда его лучше всего направить. Так что это одна вещь. Э-здоровье работает всюду уже. Наши коллеги эстонцы работают, о литовцах не знаю, но эстонцы тоже точно работают. С них убрали вроде какую-то всю систему. Да. Еще что мне кажется, что у нас совершенно... Ну, может, я ошибаюсь, что министерство – это та институция, которая со своей колокольни должна видеть, как работают все подчиненные структуры. Если директор службы неотложной помощи принял какое-то решение, отказывать там, скажем, не знаю, одну треть, то, что будет дальше, куда этот поток переместится. Если госконтроль сказала, что 42 административные территории без семейного врача, то как эти люди получают помощь, куда они? Звонят 113, и там не отказывают, еще куда-то обращаются. Что? Как человек получает помощь? И вот не просто пускать самотек. Министр Винкела сколько там сидит? Год? Год. Почти 23-го года. Вот что-то не вижу, не слышу иногда только, но тоже так, по-маленькому. Никаких таких серьезных решений. Я считаю, что после того поста, который был в прошлую субботу, где госпожа Килблока в Фейсбуке писала о случае, когда умер человек в расцвете лет, уже в понедельник все должны были сидеть в кабинете у госпожи Винкела и получать по шее, по заслугам. Произошло это? Не знаю. Так что я считаю, что министерство, это дирижер, это самый главный, который говорит, ага, мне принесли госконтроль, принесла данные, я реагирую. Мне в Фейсбуке написали, серийные случаи, когда что-то идет не так. И это очень серьезный сигнал нашим политикам. Вызвали, распределили задания. Эти пошли работать. Сейчас я не понимаю, что-то там мы там сидим, есть мы там, нет мы там. А что будет дальше? Как вы думаете, когда-то шла речь о том, чтобы и общество в том числе показывает, ну, может быть, даже если не общество, я не знаю, есть ли у министров такие данные, когда понятно, что кому дали, и видно, кто на что что потратил. То есть вот ты заходишь, не знаю, как мы заходим, видим там зарплаты наших политиков, должностных лиц, точно так же, чтобы было понятно, что там на систему потратили столько, на зарплаты столько, на новое оборудование столько, этой больнице столько пошло. Ну, вот такого плана такая отчетность. Да, ну, такой анализ надо проводить до того, как это запрашивает. Пришел там, скажем, лед и цены ямс, слымные, с воды и тази, говорит, мне надо вот то и то. В свое время доктор Штрих меня спрашивал, я спрашивала 24 шкафчика для своих работников, он мне говорил, а ты мне распиши, что ты туда будешь ставить? Я говорю, ну, люди будут шубы вешать. Он говорит, подожди, это слишком шикарно, пусть по два вешают, да? Значит, да, может, это такой неудачный пример, это такое, больше такая скупость немножко, да? Но это очень, вот это с того и начинается. Если ты пришел с какой-то идеей, что эта идея даст? Если вкладены деньги налогоплательщиков, что мы получим назад? Обоснование. Обоснование какое. Да, так что я считаю, что вот этим должно министерство действительно заниматься, а не просто вот пришел с хорошей идеей, мы давай-ка тебе дадим денежку, ты купишь, потом, а потом что? А потом, вот перед тем, как я села на должность директора службы неотложной помощи, моего предыдущего начальника, увели мужчины с этими орлами на спине, и потом был инкриминирован 1,2 миллиона ущерба для государства. Как это могло получиться? Только из-за того, что никто это сверху не смотрел, не контролировал. Это не могло, это не частный карман, откуда можно просто взять и кому-то отдать. Так что система барахлит уже некоторое время. Нам, к сожалению, пора заканчивать. Глава Ассоциации неотложной медицинской помощи и преподаватель Рижского медицинского колледжа Латвийского университета Сармита Виллера была на нас в гостях. Спасибо, всего хорошего.